Друзья, всем привет! Тем временем в гараже у нас Левин. Немножечко поломался, выстрелил чек. Ошибка номер 12. Тот, кто знает, тот поймет. Особенно владельцы автомобилей с мотором 4А-FE и трамблером 6-2. То есть это самая такая боль, можно сказать, потому что устранение этой ошибки стоит достаточно дорого. Ну, тот, кто не знает, просто загуглите. Ошибка номер 12, мотор 4А-FE. И потом посмотрите. В общем, дорого все это дело обходится по устранению. Сразу тоже решил поменять колодочки, обновить резинки на суппортах. Взял вот такие вот Frankit, вроде как одни из самых хороших. И еще приобрел инструмент, вот такой вот 60-сантиметровый вороточек с вращающейся головкой. Вот им, кстати, оказалось очень удобно откручивать детали подвески и колеса. Просто одно удовольствие. Плюс он сам по себе достаточно тяжелый. Если кому интересно, производство Автомастер. Кстати, вот такие вот воротки оказались достаточно дорогие. Топим, кстати, печечку, которая вот у меня до сих пор топим отработочкой. Уголек. С этого года разрешили брать валежник. Можно сгонять в лес, немножко дровами подзапастись. И произошла такая вот небольшая модернизация. Поставил вентилятор, чтобы воздух, который у нас находится сверху, он у нас здесь горячий. Чтобы его распределять по гаражу просто так вот берем потом, в розеточку втыкаем. И все это дело замечательно работает. То есть гараж сейчас прогревается порядком быстрее. То есть вот в той дальней части гаража там несколько холоднее. Потому что, соответственно, у меня печка только здесь. То есть труб отопления никаких там нет. Поэтому вот такое вот решение пришло в голову просто поставить вентилятор. Поставил резиночки вот с одной стороны, село здесь все четенько. Колодочки, все как надо. Смотрите, опять стоечка потекла. Вот я вообще просто не понимаю. У нас морозы стояли еще меньше 30 градусов. Вот самые максимальные были 29. В среднем там 22-15 градусов. То есть зима достаточно мягкая, а стойки просто текут. Хотя с другой стороны эти стойки я ставил 6 лет назад. У них пробег больше 100 тысяч. Ну, видимо, настала их уже пора. Собирался поменять колодочки. Смотрите, какая ситуация. То есть смазка из-под пыльника вся повылазила. Хотя вот, говорю, морозы вообще стояли никакие. Да, вот тоже надо будет все это очищать. Блин, работа опять добавилась. Заехал в гости к Сереге. Тут он решил немножко подшаманить что-то по подвеске, по тормозам. В общем, рычаги здесь. По сути, блин, ничего не изменилось. За столько лет Subaru все делает однотипно. Это что такое? Заглушка. Лонжерон. Так, а под капотом сквозного отверстия нет. А жаль. Как раз бы свечная головка там бы отлично пролезла. Тем более на этом моторе свечи очень узенькие. Левин стал подкидывать все новые и новые сюрпризы. Вот слышите этот звук? Точнее, скрежет. Временами даже и стучит. Так вот, сдох какой-то подшипник. Именно звук идет вот где-то со стороны генератора. Но я хорошо прислушался, это не генератор. Ну и, соответственно, не гидроусилитель. То есть, звук идет с центра. Я так предполагаю, что это натяжной ролик кондиционера. Если окажется, что это не он, тогда это будет натяжной ролик ГРМ. Что очень даже и печально. Потому что залазить туда у меня нет вообще сейчас никакого желания. Видео специально для тех, кто не ставит салонный фильтр себе в машину. Смотрите, вот сколько пыли высыпалось. Сколько фильтров еще осталось. То есть, нижний ряд фильтра полностью забит. Средний ряд тоже полностью забит. А вот сверху практически ничего не забилось. Но бумага, видите, она уже просто цвета пластика. Вся черная. С внутренней стороны ситуация выглядит гораздо лучше. То есть, фильтр, конечно, стал серый. То есть, свое он отработал. И, кстати, он простоял всего лишь полгода на машине. То есть, ставил я его под осень. Сейчас у нас зима. И за это время он вот так вот забивается. То есть, представляете, что бывает с теми машинами, кто вообще никогда не ставит салонный фильтр. Там просто радиатор печки должен быть забитый напрочь вместе с испарителем кондиционера. Ну, если он у вас есть. А потом еще многие удивляются. Почему же печка зимой плохо греет? А причина-то вот она. На поверхности. Прошел месяц с момента установки верхнего молдинга на Субаря. В общем, я больше всего боялся то, что он где-нибудь у меня встопорщится. И вот эти вот уголки начнут отходить. Но все четко. Ниоткуда ничего не вылезло. Молдинг сидит на своем месте. Несмотря на то, что у нас были морозы. Максимум минус 15. Ну и днем плюс, точнее минус 4. Но на солнышке пригревало. То есть, температура, возможно, даже была где-то положительная. Ну, по крайней мере, снег на крыше таял. В общем, молдинг все выдержал. Еще очень такая полезная информация появилась. Оригинальный молдинг по длине немножко отличается. И чтобы узнать, насколько, можете перейти снизу по ссылочке в описании на Drive.2. Будет именно, вот ссылка будет именно на этот пост. Там можете все прочитать. Все внизу. Спасибо всем, кто смотрел это видео. Всем огромной удачи и пока.